Вот смотрите, может быть я что-то не дочитала, но я поняла из закона, что есть два способа, как вы правильно сказали, оплаты и начисления. Это норматив и фактически вывоз мусора. Еще что-то там существует, но не будем говорить. Вот два основных способа. Значит, вот вы сейчас сказали, что для того, чтобы людям делать вывоз по нормативу, нужно доказать, что в этот контейнер не несут третьи лица. Я прошу прощения, может я что-то не поняла, а где это написано? Нет, нет, ну смысл такой, что нужно как-то... Вот смотрите, нет, я почему-то сказал, ну вы вопрос задали, я могу отвечать, да? Вопрос в другом. Вот то, что случайно, вот женщина сказала абсолютно, кто-то пришел, бабушка мимо забыла, или кто-то зашел, там бросил, никто... У нас каких претензий? Нет. У вас нет претензий, у нас почему-либо еще претензий будут. Нет вопроса. Мы говорим о другом. Есть физические лица, есть сердечные лица. Есть, вот, многоквартирный дом. На каждом этаже, на первом этаже у нас традиционно, ну, малый бизнес. Такой, да, там парикмахерская, что-то там такое, кафе, там еще что-то, ну, не знаю там что-то. Вот, ну, полно у нас, одни вывески, вот. Стоят, стоит контейнер, вот они собрались, около каждого входа контейнер не поставишь, согласны? Согласны? Поэтому, ну, каждый обязан по 89-м тезарным законам платить за твердые отходы. Разное количество, даже нормативы разные, разные объемы у каждого. Вот, поэтому, вот, поставят, даже, вот, при условии, что власть даст добро, один они поставят на весь дом, их там 15 человек. Каждый несет. Если мы начисляем по нормативу, то я знаю, например, да, по нормативу, и вы знаете, любой из вас может проверить, а сколько. Вот, 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 вот. А все говорят, а мы, значит, туда в один будем класть. Как между вами, мной, полсты панча, подождите, подождите, я, мы, рекоператор по закону начисляет деньги, начисляет, мы начисляет, не бабушка, не управляющая компания, мы, мы должны вам честно, каждому по объему накопившись мусор, по объему, как вы говорите. Ну, вот, сколько вы туда бросили, сколько я бросил, сколько полсты панча, и вот каждый из вас, 15 человек, как, кто больше? Вот у нас, понимаете, есть какие, вот у нас, даже частный сектор, я приду пример, к чему я так говорю, частный сектор, говорят, вы знаете, у нас закрытая территория, ну, дом большой, новый, бывает, сейчас, вот, после времени, у них своя, значит, это, мы готовы платить, они говорят, мы, у нас закрытая территория, согласен, закрытая, только житель всего дома носит туда, и мы выставляем все согласны. Что начинается, и это факт, который я вам говорю, я не с потолка взял, мы начинаем, ну, сейчас, дайте сказать, начинается что, даже вот тут, казалось бы, ну, вот, все, берем и несем не в свой бак, потому что управляющая компания потом заплатит нам, а вы несут на улицу, есть такие факты. Ну, ну, давайте сейчас переговорят, а потом все еще. Я на него пока не услышала ответ, я считаю, что мы все заинтересованы. Вот смотрите, что я вас спросила, я вас спросила, вы говорите о том, что для того, чтобы людям сделать начисление по факту, они могут прийти и свободно заключить договор, или они должны каким-то образом доказывать, что к их контейнерам никто больше не несет. Понимаете, что это очень важный вопрос, вот, чисто практического характера. Как сделать? И, нет, а начинай свой вопрос с того, где в законе сказано, что нужно вот каким-то образом кому-то объяснять, они не несут ли в мой контейнер. Я вот это вот, извините, не уловила. Скажите, пожалуйста, конкретно, где это сказано? В законе сказано то, что каждый обязан предоставить свои данные, ну, в смысле, объем накопившись мусора нам, рекоператорам. Правильно? Да, мне на самом деле вопросов нет. Нет, правильно? Пока вопросов нет. Нет, подожди, нет, правильно, нет, да, да, должны 15 человек опять на этом примере прийти и сказать, мы, сделаем, мы, ну, я произвожу столько мусора, должны? Да, вам прекрасно это сделают все вот здесь предстоящие. Нет, сделают они. Если они это сделают, а чтобы это сделать, есть два пути. Или вы должны объем какой-то, ну, понимать, а как мы две стороны договора должны определить, а сколько? Вот как считать? Еще раз, тогда еще раз говорят. Норматив. Вот у нас, у нас есть такой, это, или норматив, я изначально не скажу, из чего? Норматив. Подождите, на самом деле, вы ответьте на вопрос, ответьте на вопрос, где в законе, где в законе проговорен какой-то порядок особый, понимаете, в законе есть два, вы два по факту вывоза мусора, вернее, по факту по нормативу. Вот сейчас люди к вам придут и скажут, мы хотим второй способ, мы хотим по факту, и они принесут вам свои выкладки, они вам принесут многолетнюю практику, они вам принесут, значит, скажут, мы будем проводить фотофиксацию того, чем там выводим, каждый божий день, или вы проводите фотофиксацию. Закон не запрещает им сейчас требовать от вас заключения договора по факту. Я должен убедиться, что количество мусора, которое... Но не ждайте, пожалуйста, как я смогу убедиться, как я смогу... Я являюсь ли для вас доказательств? Что, что? Ваш подрядчик, с которым вы заключили договор, на волос мусора, мы его подписаны, то есть вывезли, они 4 куба, мы его подписали, мы его вам представим, являюсь ли для вас доказательств для перерасчета? Вы с нашей территории вывозите, это не ваша площадка, которую вы там оформили, со всеми санитарными нормами, правилами, и теперь вы вывозите, а мы вам за это платим, вы также с нашей же площадки, в чем разница? Вот вы вопрос, который, значит, мы или в втором кругу идем, или еще раз, значит, начать... Я вам говорю, я вам говорю в коллегии, вот, и скажут, хочу по факту заключить, если вы не отвечаете на вопрос, что дальше... Мы заключаем, готовы заключить еще раз. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В законе факты нет, есть объем, нет, нет, позвольте, у нас вы адвокат, давайте как вот адвокат, нет, Паша, есть объем, по объему накопленного мусора. Теперь скажите... Не заявленного, а накопленного. Накопленного, накопленного, да, конечно. Накопленного, коллеги, накопленного. Ну, это факт, ты знаешь, что это факт? Мы говорим по закону, не надо придумывать другого, чего нет в законе. Написано объемы. Объем накопленного мусора. Стоит контейнерная площадка, если она не прилежит вам, ну, к примеру, вот вам, вам нет вопросов. А если она стоит на перекрестке или есть доступ 5, 7, 10 человек, вот, еще раз, как мне понять, ну, любому из вас на моем месте, как понять, кто сколько вынес мусора? Давайте, в качестве эксперимента сделайте полюбую. Я думаю, что вы начнете через 3 месяца о чем плечать, я не хочу этого. Давайте, сейчас, а у вас есть такие площадки? Ваша, хорошо, ваша обязанность. Ваша обязанность договор заключить, где договор? Это как ваша обязанность была, мы уже 2 месяца. Ваша, коллеги, ну, коллеги, ну, знаете как, ну, я, получается, я пытаюсь вас все-таки призвать, не надо заставлять, пытаться на заставить нарушить закон, не надо этого делать. Давайте, давайте в рамках закона и будем работать, в рамках закона. Михаил Васильевич, пожалуйста, скажите, если к вам город, лента придут с договорами, ну, вы же, у вас есть образцы, который будет прописан, значит, вариант расчета по факту, ваши конкретные действия? Созглашаю. Прирасчет? Все слышали? Да, все слышали. В сентябре, на месяц. Коллеги, еще раз, еще раз скажу. Два варианта. Мы, если по нормативу вам даем, от вас нет никакой информации, мы не знаем объем накопленного мусора, поэтому, а есть единственная у нас, ну, основа, это норматив. Мы вам предлагаем, у нас ведь не все согласны по объему, кто-то хочет по нормативу. Мы предлагаем по нормативу. Вы не согласны, вы считаете, что вам выгоднее по объему. Это ваше право, нет вопросов. Вы пишете протокол разногласий, и мы это берем за основу, и с вами заключаем договор по объему. Договора нету, заключим. Я же не говорю, что мы сейчас совсем вам прислали. Я вам в начале разговора сказал, что мы, да, действительно, нет договоров у нас. Для того, чтобы это было, мы с МФЦ заключили договор и офис открываем.